Родные и бывшие. Родные и бывшие как союзники и оппоненты России на постсоветском пространстве прожили 2019 год и подготовились к 2020. 3. Коммерсант от 28 декабря 2019 года. 10 часов. Постсоветское пространство один из самых интересных регионов в мире и зона стабильной нестабильности. В 2019 году здесь обошлось без войны перекраивания границ, но не без революций, пусть и таких своеобразных, как июньская в Молдавии. Специальный корреспондент «Твердый знак» Владимир Соловьев предлагает считать уходящий год разминкой перед годом 2020, который точно не будет скучным. Украина на год превратилась в непрерывный информационный повод. Переквалифицировавшийся из актеров политика Владимир Зеленский весной разгромил на президентских выборах Петра Порошенко, а в середине лета заполучил еще и парламент. Его партия «Слуга народа» взяла большинство. Триумф команды «Зе» назвали новой украинской революцией. На этот раз электоральной, без майдана и крови. Как прошел саммит «Нормандской четверки» в Париже в предвыборную кампанию и после ее завершения Владимир Зеленский ломал привычные представления о том, каким должен быть политик. Он явно получал удовольствие, делая все не так, как принято. Дебаты кандидатов в президенты на стадионе вместо студии. Обращение к народу за рулем. Тесла. Или на беговой дорожке в фитнес-клубе. Годовщина независимости Украины без военного парада в центре Киева, но с оперной певицей на крыше. Желание рвать шаблоны, казалось, и было самоцелью. Пока шаблон не порвал самого Владимира Зеленского. Споткнулся он на проблему Донбасса, который в предвыборную кампанию нещадно хлистал своего предшественника Петра Порошенко. Подписавшись под формулой Штайнмайера и согласившись на разведение сил на трех участках линии фронта, президент-пацифист получил чувствительный удар справа по собственному рейтингу. В ноябре грозные националисты вышли в центр Киева и предупредили, они не допустят зрады ни на востоке Украины, ни в отношениях Киева с Москвой. Владимир Зеленский сделал правильные выводы. На декабрьском саммите Нормандской четверки в Париже он включил Порошенко, отказался разводить войска по всей линии соприкосновения и выполнять пункт Минских соглашений, предусматривающий фиксацию в Украинской Конституции особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей, Ордла охватывает территории непризнанных ДНР и ЛНР. Как на Украине отреагировали на первый поезд, прошедший по Крымскому мосту? За это даже злые оппоненты засчитали ему перемогу. Новый пятилетний контракт с «Газпромом», к тому же согласившимся выплатить «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов по иску, президент Зеленский положил в копилку собственных достижений. В ней же обмен удерживаемыми осужденными лицами с Россией, возвращение домой украинских моряков и кораблей, задержанных после инцидента в Керченском проливе, и, собственно, проведение после трехлетней паузы саммита в нормандском формате. В пассиве у президента Зеленского пока остается нерешенный конфликт и невыполненное обещание принести в страну мир. Вину за это Киев возлагает на Россию. Но тут новизны нет. Во-первых, так же делал Петр Порошенко, во-вторых, Москву эти выпады не принимают, а в-третьих, от указания на ответственность Кремля стрелять в Донбассе не перестанут. В Киеве уже вслух говорят, без движения к миру от отколовшихся территорий нужно отгородиться стеной. Решение не шаблонное таким способом на постсоветском пространстве пока никто не решал территориальный конфликт. С другой стороны это, по сути, добровольный отказ от части собственной территории. Сложная донбасская дилемма из 2019 года переходит в 2020. Осенью в стране должны пройти местные выборы. Чтобы президентская вертикаль пронзила Украину сверху донизу, слуги народа надо побеждать. Результат покажет, сохраняют ли позиции Владимир Зеленский и его партия. Белоруссия продолжала то ли танец, то ли спарринг с Россией. Александр Лукашенко рассказал об упущенных возможностях в интеграции. Белорусский лидер Александр Лукашенко реагировал нервно. Говорил об угрозе поглощения своей страны соседом, но потом согласился на разработку дорожных карт по экономической интеграции. Правительства двух стран играли в эти карты весь год. Всего их 31. Каждая посвящена сближению и гармонизации макроэкономической политики, валютного регулирования, бухучатой и бухгалтерской отчетности, формированию единой аграрной и промышленной политики, унификации налогового законодательства, созданию единых рынков нефти и газа. К концу года большую часть дорожных карт согласовали. В Москве особо не скрывают, сдвинется экономическая интеграция должна будет начаться политическая. Во время Большой пресс-конференции 19 декабря Владимир Путин высказал мысль, которую российские чиновники ранее уже не раз высказывали. Двум странам, говорил президент РФ, нужны общие правила в виде законов, в том числе в сфере налогового обложения, в сфере дотационной политики, в сфере поддержки из бюджетов различных уровней тех или иных отраслей. Он отмечал, для этого даже нужны общие наднациональные органы контрольные и эмиссионные. При этом отвечать на вопрос о том, может ли он после окончания в 2024 году своего четвертого в карьере президентского срока возглавит союзное государство, если его достроят. Российский лидер не стал. Конспирологическая версия решения за счет или с помощью Белоруссии проблемы 2024, таким образом, остается конспирологической. За что в России осудили молдавского олигарха Владимира Плохотнюка. Олигарх стал хозяином страны в 2015 году. Он конфликтовал с Кремлем, в РФ на него несколько уголовных дел, и заявлял об ориентации страны исключительно на Запад. Игорь Дадон при господине Плохотнюке играл декоративную роль, а порой подыгрывал реальному руководителю республики. В феврале 2019 года в Молдавии прошли парламентские выборы, изменившие все. Демпартия олигарха не получила большинства, нужного для единоличного формирования правительства, и задумалась об альянсе с социалистами Игоря Дадона. Последний даже начал вести с Владимиром Плохотнюком переговоры, но на решающейся метровке, когда нужно было либо оформить коалицию, либо распускать парламент и назначать досрочные выборы, вмешалась Москва. Вице-премьер РФ, спецпредставитель президента по торгово-экономическому сотрудничеству с Молдавией Дмитрий Козак в июне слетал в Кишинев, где высказался против альянса поддерживаемых Россией социалистов с демократами и в пользу их союза с оппозиционным прозападным блоком. АКМ, сейчас объединяют партии действия и солидарность и платформа достоинства и правда. Господин Дадон прислушался. Итогом консультации его партии социалистов С. АКМ, в которых принимали активное участие дипломаты России, ЕС и США, стала коалицией этих двух политических сил. С всевластием олигарха Плохотнюка было покончено за неделю, а сам он бежал из страны. Ситуация в Молдавии показала, что когда интересы Москвы, Брюсселя и Вашингтона совпадают в одной точке, власть меняется бескровно, а не так, как было в 2014 году на Украине. Как президент Грузии хочет изменить формат переговоров с Россией? Организации ассамблеи занимались власти. Для оппозиции, которая уже шесть лет жаждет покончить с правлением олигарха Бедзина Иванишвили и его партии «Грузинская мечта», это послужило сигналом к активным уличным действиям. Протестующие требовали отставки правительства, а заодно скандировали антироссийские лозунги? Их отчасти поддержала президент Саломи Зурабишвили, назвавшая Россию врагом и оккупантом. Москва в какой-то момент задумалась о полномасштабных антигрузинских санкциях, под которые могли попасть вино и минералка, но в итоге ограничилась отменой с 8 июля прямого авиасообщения с Тбилиси. Меру называли временной до стабилизации ситуации в стране. Но антиправительственные выступления продолжились, и прямые рейсы из России так и не возобновились, что сказалось на численности посетивших Грузию в 2019 году российских туристов. В Москве считают, что надо дождаться, пока в стране все успокоятся, а грузинские власти пошлют четкий сигнал о заинтересованности в нормализации отношений. Но в 2020 году спокойствия ждать не стоит. Осенью в стране должны пройти выборы в парламент. И это само по себе повод для протестов оппозиции. Власти не стали идти ей навстречу и менять избирательную систему с нынешней смешанной, позволяющей грузинской мечте сохранить контроль над парламентом, на пропорциональную. Не сложно предсказать, что оппонентов Бедзина и Ванишвили и его партии не устроят результат будущего голосования. Как Нурсултан Назарбаев занял должность пожизненного руководителя Казахстана. Согласно закону о первом президенте республики Казахстан Елбасы, все инициативы господина Назарбаева подлежат обязательному рассмотрению соответствующими государственными органами. Он может выступать перед парламентом, на заседаниях правительства, пожизненно возглавлять совбез, состав которого формируется только по согласованию с ним. С ним согласовываются решения по основным направлениям внутренней и внешней политики. Кроме того, Нурсултан Назарбаев законодательно защищен от любых посягательств на его полномочия. На декабрьском заседании Высшего Совета Евразийского экономического союза в Санкт-Петербурге и на проходившем там же неформальном саммите СНГ Казахстан представлял именно Нурсултан Назарбаев. Получается, с поста президента он ушел на повышение. Узбекистан привлек к себе повышенное внимание в октябре благодаря спикеру Совета Федерации РФ Валентине Матвиенко. Она произвела сенсацию, заявив, что эта страна, дистанцировавшаяся при прежнем президенте Исламе Каримове от курируемых Москвой интеграционных объединений, прорабатывает вопрос о вступлении в Евразийский экономический союз, ЕАЭС. Как начались дискуссии о вступлении Узбекистана в ЕАЭС? Консультации уже идут. И хотя никаких решений на этот счет пока принято не было, источники «Твердый знак» в МИД России настроены оптимистично и полагают, что в 2020 году Ташкент дозреет и подаст заявку на вступление. Евросоюз тоже действует, рассчитывая выйти на подписание с Ташкентом соглашения о расширенном сотрудничестве и партнерстве. В будущем году конкуренция интеграционных объединений ЕС и ЕАЭС продолжится, а возможно, и обострится. Субтитры создавал DimaTorzok